Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. Доброе утро, дорогие друзья! В студии телерадиоканала Страна ФМ продолжается наше утро. Никита Никрасов в студии и Лиза Калинина. И сегодня у нас очень классный гость, который еще пришел... О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина, да. С какими подарками пришел у нас в гостях. Многократный победитель профессиональных конкурсов по кондитерскому мастерству. Обладатель звания лучший кондитер столицы Москвы. И владелец сети именных кондитерских кондитерской Олега Ильина. Телеведущий, собственно, сам Олег Ильин. Доброе утро! Доброе утро! Просим любить и жаловаться. И прежде чем мы начнем общаться, друзья, я вам всем советую включить видеотрансляцию. Потому что, как Лиза правильно заметила, Олег пришел к нам не с пустыми руками. И руки сейчас он освободил, поставив на стол прекрасные, просто фантастические торты собственного производства, как я понимаю, да, Олег? Есть, действительно, наконец. Вот, и если вы хотите увидеть хотя бы это, потому что сожрем это мы. Ну, ладно! Вот, вы можете на это пока посмотреть. Мы вам потом расскажем, насколько это было вкусно. Олег, вы уже в профессии, скажем так, 18 лет. Да. Вот каким он был, этот путь, долгим? О, он, он... Трудным. Тернистым, не тернистым. Или все как по маслу сливочному. Как будто путь уже закончится, знаете? Нет, нет, нет. Ну, нет, почему? Все в самом начале, все в самом разгаре. Путь действительно тяжелый, он очень трудоемкий, очень много сил забирает, очень много энергии, но он очень безумно приятный. А, потому что мне посчастливилось вообще вот заниматься любимым делом. А в этом случае, как сами знаете, по вам тоже видно, да, что вы там безумно любите свою профессию, и вам это доставляет удовольствие. Вот представьте, я там как на работу, как на праздник. Так что все эти годы, они пролетели абсолютно незаметно, но вот там результаты, плоды этой работы, они очевидны, и каждый день я слышу и отзывы, и в интернете, там, на моих страницах, там, в соцсетях, читаю, и каждый раз это очень приятно, безумно. Можно озвучить соцсети, чтобы люди могли слюни пускать к вас. Олег Ильин, Инстаграм. Найдете. Олег Ильин, да, Инстаграм. Вот так, подписывайтесь все, Олег Ильин, и самое главное, что Олега теоретически, если вы очень попросите, то можете связаться и тортик какой-то забацать для себя, может быть. Да, возможно. Олег, скажите, пожалуйста, вот самые крупные рестораны, самые крупные проекты такие в вашей жизни за эти 18 лет, вот, о которых хотелось бы рассказать, поделиться с нами, со зрителями, слушателями? Вы знаете, вот самые, наверное, вот, я бы не сказал, может быть, что не называл бы там крупными, а вот самые яркие и душевные, это, конечно, авторская кондитерская, которая, она просто как детище, поскольку я себя, вот, там, обладая какими-то титулами, там, званиями, там, занимаюсь разными вещами, да, и там, и телевидением в том числе, но я себя считаю только, там, кондитером преимущественно, поэтому, ну, вот, какой кондитер не мечтает, да, открыть свою авторскую кондитерскую? Конечно. Поэтому, вот, 7 лет назад я открыл первую кондитерскую свою. Где ее можно найти? Первая кондитерская на улице Удальцова, там, один кондитерская Олега Ильина, и вторая на баррикадной, в высотке, прямо вот там, где у вас, как слезам не верится. О, здорово, здорово. А рядом? Сейчас мы съедим эти торты, я уверен, что там поедем, и потом, да, за новыми туда, прям, на баррикадную сразу же. Класс. А ваш проект, ну, соответственно, это самый крупный ваш проект, который сейчас забирает все силы? Детище. Нет, силы я стараюсь распределять, там, делегировать обязанности, потому что сотрудников уже достаточно, уже, там, у каждого проекта. Команда ваша, да? Команда, естественно, у каждого проекта. То есть имею возможность немного сил, там, высвободить на новые проекты. И вообще стараюсь как-то свое время рабочее планировать, там, из расчета, вот так уже 10 лет, наверное, уже вот так вот идет, что процентов 80 времени — это на решение, там, текущих задач и такой рутинной работы, ну, приятной, вот, моей обязательной задачи. Процентов 20 времени — это вот разработка, проработка новых планов, новых проектов таким вот образом. Мне вот всегда интересно у таких людей, как вы, Олег, задавать вот такие вот вопросы, интересоваться об этом. Какой, ну, там, у поваров, у кондитеров и так далее, вот, людей, которые создают, творят, какой самый грандиозный торт приходилось вам делать? Я, судя по улыбке, вопрос-то ты... Попал в точку? Нет, 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 один не назову, есть несколько, да, есть много тортов, которые, вот, помнишь до сих пор, некоторые из них, помнишь, там, даже с такой вот мурашки по спине бегут, там, с отраганием. Вот об этом, да, да, да. Вот об этом, ну, вот, был, например, один случай несколько лет назад в одном из крупных ресторанов проходила очень крупная, очень дорогая свадьба у известных людей, вот, там было порядка 150, там, высокопоставленных гостей, соответственно, у них был огромный торт, который я делал, там, порядка 90 килограммов. Вау! Да, был огромный торт, такой ростовой, в рост человека еще там возили. Сумасы эти. И представляете, что произошло, вот, когда буквально, вот, объявляют торт, ведущий объявляет торт, соответственно, сами представляете, свадебный торт, это кульминация вечера, да, свадебный торт, что он значит для невесты, для жениха, да, и я вот, можно сказать, своими руками эту, там, телегу здоровую, уже все готово, естественно, все украшено, каждый цветочек, каждая рюшечка, там, на своем месте. А, и прям ведущий объявляет, а вот теперь торт, там, вот, там, то-то-то, Олега Ильина, и на моих глазах, прям, вот, этот торт начинает трескаться вот так. Что-то я там немножко просчитался по какой-то, по конструкции, или он там чуть больше ждал. Секундочку, сохраним интригу. Послушаем Митч Фомина и Кристину с песней «Журавлик», вернемся и дорасскажем историю, оставайтесь с нами. Доброе утро, дорогие друзья, это утро на телерадиоканале «Страна ФМ», Лиза Калинина, Никита Некрасов и наш, я не буду перечислять, с вашего позволения, Олег, ваши регалии, суперкондитер, я вот так просто скажу, суперкондитер, торт, которого стоит попробовать всем, вот так вот. Олег Ильин. Мы остановились на истории, что был такой случай, когда торт треснул. Да, ну давайте не буду долго мучить, в общем, ну это было страсть, в общем, представляете, как я переживал за этот торт, и трещина пошла, представьте себе, огромный торт во всю длину, то есть еще буквально я чувствую, я уже практически видел, как он сейчас распадется на две части, и все, и упадет на пол. Вот, что я сделал, очень быстро, там, слава богу, у меня оказался там взбитые сливки какие-то, там, что-то еще, я прям чуть ли не такой лопаткой вот закидал эту трещину, да, воткнул туда, переставил с другого места, это все вот, ну, секунд за 30 произошло, потому что его уже, официанты открывали дверь, вот эти вот ворота, чтобы его вывести, там свет был направлен, вот, и, в общем, закидал, ну и, помолясь, отдал его, отвернулся, вот, вы представляете. И вот так уже на авось, да? Да, да, и на авось, ну а что, там уже больше ничего не сделаешь, в общем, трещину закидал, там, кое-как замазал, цветами украсил, не видно, вывезли, объявили, я успел шепнуть официантам, там, быстро, они все видели, сами бледные, представляете, что может быть? Конечно. В общем, успели жених с невестой вырезать кусок, сфотографироваться с тортом, официанты бледные, говорят, ну все-все, ведущий тоже уже был в курсе, потому что он перевел внимание там гостей уже там дальше, а сейчас нам порежут торт и вынесут, да, торт отъезжает обратно, там, грубо говоря, за кулисы и распадается на две части. С ума сойти. Вот, ну, если там на пол ничего не попадалось, слава богу, мы его там кое-как, да. Сюжет кино. Да, прям. Действительно, вот, это очень яркий. Блокбастер. Давайте представим, что у нас сейчас находится в студии. Два тортика. А, у нас, да, один фруктовый торт с ягодами на основе сыра маскарпоне, а вот этот, вот этот торт, который в коробочке, да, у нас, мы его потом можем открыть, там, показать в перерыве, это вообще такая, это легендарный уже такой торт, это самая первая рецептура, которую я изобрел, вообще рецептуру составляю сам. Авторский. Можно даже сняться, да, да, да. Ух ты, как-то близ вами делила. Вот, торт Ильинский, по своей фамилии его назвал, шоколадно-ореховой бафельки, легкий мусс из белого шоколада и мягкая шоколадная глазурь сверху, так что, ребят, вам сейчас полстраны позавидует, я так чувствую. Микрофон сейчас придет в негодность, потому что я уже забрызгал слюнями. Ну ладно, ой, обалдеть, спасибо вам большое, нам очень приятно. Смотрите, вот вообще, чтобы быть в форме, есть полезно и вкусно, реально тортики имеется в виду? Реально, 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 ну, естественно, во всем надо знать меру, да, если мы будем съедать там по торту в день, это понятно. А главное, есть хорошие качественные вещи, качественные продукты, даже если мы говорим про десерты, покупать там в знакомых местах, смотреть за составом, чтобы он был полностью натуральный, чтобы там никакой химии, краски, стабилизаторов и так далее не было. А 99, наверное, процентов на нашем рынке, это, к сожалению, пренебрегают этим. Почему вот мои торты нельзя найти, например, в магазине сетевом, да, они не продаются, потому что у меня очень небольшой срок хранения этих тортов, буквально там пару дней, что говорит как раз о том, что... Все натуральное. Все натуральное, да, у меня даже были случаи, вон гости говорят, оставили ваш торт там на ночь на столе, представляете, там летом, он забродил с утра. Вот черно-смородиновый мусс, ну конечно... И выпили на следующее утро. В жаре он постоял, конечно, там натуральное пюре фруктовое, оно забродило действительно, вот как варенье там, ну... Так вам надо брать это на вооружение. Это прям, как это сказать... Переквалифицироваться впоследствии, да? Нет, не переквалифицироваться, а типа доп-опция. Ну да-да. Игристые торты. Игри, да, отлично, да, оставляете прям консультацию, оставляете на столе, бродят, а на утро все возвращаетесь к столу и все нормально, не болейте. Друзья, Олег Ильин у нас сегодня в гостях, кондитеры, поговорим еще много у нас вопросов и о планах на будущее, и мастер-классы Олег готов провести для многих людей. Ну в общем, оставайтесь с нами, пока у нас браво, любовь не горит, а мы пока тортики хоть понюхаем, что ли. Посмотрим на них. Доброе утро, дорогие друзья, это телерадиоканал Страна ФМ, Лиза Калинин, Никита Некрасов, и у нас в гостях лучший шеф-кондитер Москвы, кондитер с 18-летним на минуточку стажем, Олег Ильин. Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы обмолвились в предыдущем выходе о том, что не только... Вкусно можно есть, но и полезно. Не только вкусно, но и полезно, и не только всякие Мирка, Дзага делают мастер-классы, проводят, но Олег Ильин тоже проводит мастер-классы. Вот хотим поговорить о том, что будет проходить мастер-классы на SNPRO. Что это будет? Как это будет, Олег? Что планируется? SNPRO — это международный фестиваль, вот так в двух словах, посвященный спорту, здоровому образу жизни и всему тому, что вокруг этого, правильному питанию в том числе и так далее. ЗОЖ, в общем. ЗОЖ, да, самый настоящий. И ПП. Плюс спорт, то есть отлично, да, ЗОЖ, ПП. Вот, поэтому здесь как бы вот концепция нашего нового проекта IQ Kitchen — это интеллектуальная система питания. Это, ну, проще говоря, как она работает. Тебе с утра привозят сумку с едой на день, сбалансировано, все просчитано по калориям, сколько там тебе нужно, ты выбираешь, тебя консультирует перед этим наш диетолог, естественно. Тебе привозят сумку, ты ешь, тебе вкусно, для тебя это все индивидуально приготовлено, там, из прекрасных продуктов, и худеешь плавно, без стресса и так далее. То есть вот эта вот наша концепция пришлась совершенно к месту. Поэтому мы выступаем партнерами вот этой вот выставки SNPRO. И в рамках этого, в том числе, я буду проводить мастер-класс. Буду готовить там здоровое питание, причем не только сладкое, да. Буду готовить там и кальмара буду делать фаршированного, креветками, грибами. Все это жарится там без масла, там практически без соли. И вот знаете, на самом деле, вот с чем мы столкнулись, что сложно. Я-то, я вот, может сказать, себя переучивал немножко, потому что, ну, как вот у поваров, у кондитеров, давайте там, чтобы повкуснее поджарить, так на маслечке. Вот, а тут, когда над тобой стоит, да, наш там диетолог, и тебе на ухо там, нет, ни капли масла. А диетолог какого веса? Только за масл... Ой, там килограмм Виктория у нас, директор по развитию. А в Викторию тем более? Не будет билдером? 50 килограмм нет, тоже спортсменка профессиональная там. То есть, если что, может, ты что там масло-то льешь? Да, да, да. То есть контроль, контроль жесткий. По рукам стучит, только за бутылочку с маслечком возьмешь. Ну как так? Ну можно хоть каплю? Нет. И поэтому была задача сделать и правильно, и вкусно, и полезно, соблюдая и баланс между жирами, белками, углеводами, чтобы не было дискомфорта. И вот я буду показывать в рамках СНПРО, как это сделать наглядно, буду показывать, что это возможно сделать и вкусно, и красиво, и полезно. Когда, где, во сколько, куда ехать? 28 числа. Информацию, кстати, можно будет найти у меня на странице в Инстаграм или на сайте СНПРО этой выставки, 28 числа, часов, по-моему, в 11 до 12, вот точнее, можно, говорю, у меня в соцсетях посмотреть. Так что можно уже во всеоружии. Так что все приходите, да, пожалуйста, научу вас готовить вкусно, правильно. Класс. Вопрос у меня про IQ Kitchen. Да. Вот, но это же интересно. Сейчас, в принципе, многие люди очень обремененные отсутствием времени. Хотят все делать быстро и вкусно. Да, хотят все делать быстро и вкусно. Вот IQ Kitchen, вы привозите продукты уже готовы, то есть блюда уже готовые, ничего самим готовить не надо. Полностью готовые, приготовленные буквально за несколько часов, там, за пару-тройку часов до того, как они попадают к вам, привозим в любое удобное время. То есть ночью хотите, хотите рано утром в 6 часов, хотите поздно вечером на следующий день. То есть как вам удобно. А все индивидуально для вас приготовлено. И задача вот на самом деле такая и стояла, сделать ресторанное качество с учетом вот всех норм, там, диетологии, и чтобы человек комфортно худел без, там, срывов. Без стрессов, да, определено. Да, без голода, чувства голода не будет. Ну, Адалек говорит про похудение, а говорите, привозите ночью. Это для тех, кто вот ночью любит. Да, в салате какой-нибудь. А осветить себя светом холодильника? Ну, я образно сказал. На самом деле ночью мало кто заказывает. В основном это рано-рано утром, потому что люди берут эту термосумку, там, с охлаждаемыми блоками, с собой на везде. Мечты сбываются. Олег Ильин, сегодня у нас в гостях. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Утро страны. На телерадиоканале Страна.ФМ. Доброе утро. Еще раз Лиза Калинина в студии, Никита Некрасова. В гостях у нас сегодня многократный победитель профессиональных конкурсов по кондитерскому мастерству. Обладатель звания «Лучший кондитер Москвы» Олег Ильин в гостях сегодня. Олег, у нас финальный выход, и мы хотим, чтобы вы поделились с нами планами на будущее. Чего ждать нам? Где Олега Ильина ловить? Кто любит вкусно поесть и полезно. Ну, поймать меня можно каждый день, там, практически с утра до вечера, там, ну, в кондитерских. В кондитерских, да, в своих. Вот, план на будущее, если коротко, ну, вот, молодой проект IQ Kitchen, о котором я вот в предыдущем выходе рассказывал, его развивать, потому что, как бы, десерты, да, это эмоции, но все-таки там и правильное питание, здоровый образ жизни, да, это обязательно, это очень важно. Тем более чувствую на себе немножко такой вот груз ответственности. Я все-таки всю жизнь, да, кормлю людей сладким, но надо как-то немного реабилитироваться, да, и нужно как-то правильно еще их прям совсем. Хотя сладкая сладкому рознь, как я уже говорил, да, главное, чтобы были натуральные продукты, его тоже можно по-разному приготовить. Вот, а дальше, ну, свой такой корпоративный журнал мы выпускаем, а сейчас вот снял несколько программ пилотных. Хочу свою детскую маленькую, ну, на телевидении я уже, в принципе, там, достаточно давно, ну, а вот хочу, первый мой опыт в роли продюсера, да, как это называется, снял две пилотные программки детские со своей дочкой, она как соведущая у меня, вот ей пять лет, Варвара. Да, и мы там с ней будем вести детскую такую кулинарную программу, будем приглашать гостей, учить, как тоже обязательно, как правильно готовить дома, прививать детям любовь к готовке. А дети очень любят. Очень любят, и они будут вытаскивать своих родителей, готовить. Класс. Меньше будут, да, есть во всяких фастфудах и так далее. У меня сын с пластиковыми сковородками, все такое, прям. Дальше, дальше, вот немного так вот по-хорошему заболел молекулярной кухней, и вот совместно там с интернет-магазином Molecular Mill мы планируем, в общем, они меня будут учить, я буду вникать туда все глубже и глубже, и буду надеяться, что у меня в скором времени получится порадовать вас не просто там такими удивительными десертами какими-то и блюдами, с использованием молекулярной кухни. То есть можно будет их найти у меня в кондитерских. Так что вот это самые, наверное, такие вот ближайшие планы. Ничего себе. А так и не отказался бы, наверное, еще одну кондитерскую открыть, но все-таки, ребята, знаете, как это тяжелый ужас. Я думаю, что после нашего эфира на телерадио-канале Страна ФМ... Надо поехать в Ленинград открыть. Ленинград поехать, это ладно. Я думаю, что после нашего эфира будет такой наплыв в ваши кондитерские, где они еще раз, давайте расскажем. А баррикадная Кудринская площадь, дом 1 и Удальцова. И Удальцова, дом 1. Такой наплыв посетителей будет, что непременно придется открывать еще. Да-да-да, не смогут поместиться. Это точно. Большое спасибо, Олег Ильин, один из лучших кондитеров России, лучший шеф-кондитер Москвы был у нас в гостях. Заходите, угощайтесь тортиками, все очень вкусно, друзья. А вам хорошего дня, Олег, спасибо огромное. Спасибо, взаимно. До свидания.